Этой ночью и утром российские оккупационные войска совершили массированный ракетный удар по территории Украины. В командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что армия России запустила крылатые ракеты с самолетов Ту-95, а также использовала три борта МиГ-31К, которые атаковали украинские города ракетами Кинжал. Вместе с ракетным обстрелом российские оккупанты запускали также и ударные беспилотники типа Шахет. Под атакой находились Днепр, Каменская, Павлоград, Кременчук, отдельные объекты энергетической инфраструктуры во Львовской области. Взрывы звучали также и в Ивано-Франковске. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, в результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, российские войска за минувшие сутки обстреляли Донецкую область. Как сообщил глава военной администрации Вадим Филашкин, оккупанты выпустили 4 управляемые авиабомбы по жилой застройке города Николаевка. В результате обстрела погибла пенсионерка. Повреждения получили 15 многоэтажных домов, а также 7 частных построек. Еще одна местная жительница погибла в результате обстрела села Моначиновка Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что травмы получил и ее муж. Его увезли в больницу. В результате вчерашних обстрелов пострадали двое мирных жителей Запорожской области. Начальник областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что оккупанты били по жилой застройке, а также объектам инфраструктуры. Польша сегодня утром подняла в небо авиацию в связи с атакой на Украину. Об этом сообщили в оперативном командовании воздушных сил страны. Воздушное пространство контролировали самолеты Польши и союзников, уточнили в ведомстве. Напомним, 24 марта российская ракета в ходе очередной массированной атаки на Украину пересекла воздушную границу Польши и пробыла на ее территории 39 секунд. Тогда там подняли в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стали. После этого вражеская цель вернулась в воздушное пространство Украины. Украина продолжает эффективно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить силы обороны необходимым вооружением для противостояния российским оккупантам. Об этом накануне сообщил в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил несколько важных переговоров с западными союзниками, которые велись в течение дня. Он также подчеркнул, что на данный момент поддержка США в вопросе финансирования и поставок вооружения не просто важна, а играет ключевую роль на фронте. Было много международной коммуникации. Беседовали со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном о том, что сейчас является наиболее важным для защиты жизни и международной безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте, о продолжении российских атак по нашим городам. Этот террор лишь нарастает и может быть остановлен только физической силой нашей защиты. Украина благодарна за поддержку Соединенным Штатам и каждому американцу, кто чувствует так же, как и мы, что свобода не должна проигрывать. И очень важно, чтобы Конгресс сохранял свое лидерство, чтобы защита свободы оставалась объединяющей идеей, объединяющей и граждан внутри стран, и мировое сообщество в целом. Именно благодаря нашей решимости, нашими совместными действиями, сейчас решается, каким будет мир для наших детей. На эту же тему общался с председателем Национального собрания Франции. Она находится с визитом в Украине. Я благодарен за внимание к нашему государству, к тому, как украинцы несут это бремя и как сражаются. Мы обсудили перспективы, как можем приблизить справедливое окончание этой войны и изгнание российских оккупантов. Я поблагодарил за поддержку парламентом Франции соглашение по безопасности, заключенного с президентом Макроном. Конечно, мы говорили и о недавних предложениях по безопасности Эммануэля. Все то, что усиливает защиту от российской агрессии, и все то, что ограничивает российский потенциал войны, реально служит миру в Европе. Я благодарен всем нашим партнерам, кто понимает это и помогает Украине. И сегодня же встретился с делегацией Европарламента, представителей группы Renew Europe. Это влиятельная европейская политическая группа. Вскоре выборы в Европейский парламент, и мы здесь все должны привыкать, что этот процесс и для Украины важен. Конечно, говорили и о поддержке, и об актуальных угрозах, и о том, чего можем достичь вместе в Европе. Каждый защищая собственную страну, но также и общие ценности, а следовательно, безопасность всех европейцев. Российские оккупанты не дают экспертам из МАГАТЭ доступа к зонам на Запорожской атомной электростанции, где была замечена военная техника. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ осведомлена о данном факте и обладает снимками, подтверждающими присутствие российских военных и техники в одном из машинных залов АЭС. В то же время специалисты организации подчеркнули, что российская оккупационная администрация на ЗАЭС не предоставляет им своевременного и надлежащего доступа ко всей территории станции. В частности, к некоторым участкам машинного зала, изоляционным воротам водоема-охладителя АЭС и открытому распределительному устройству на соседней Запорожской тепловой электростанции. Продолжение следует...